Привет, я рефлексирующий нытик. Не смотрите плохие фильмы, я посмотрю их за вас. Уэс Крейвен. Этот без сомнения культовый режиссер за свою продолжительную кинокарьеру наснимал кучу годноты. У Холмов есть глаза, Кошмар на улице Вязов, Змеи и Радуга, Люди под лестницей, Крик. Эти и многие другие фильмы надолго запомнились зрителю, а некоторые вообще стали культовыми. Так вот, а были ли у Маэстро плохие фильмы? Конечно, да. У Холмов есть глаза два или абсолютно ужасные оборотни 2005 года. Но сегодня мы поговорим о фильме, который меня бесит больше всех. Картину «Забери мою душу» Крейвен срежиссировал в 2010 году после четырехлетнего творческого перерыва. Кино повествует нам о семерых подростках, за которыми охотится загадочный убийца по прозвищу «Потрошитель». Ребятки снуют туда-сюда и чуть ли не с радостью прыгают на нож душегуба. Хотя, ничего удивительного. На дворе 2010 год и у них, в отличие от вас, не было возможности сидеть дома и играть в War Thunder. Ведь War Thunder – самый крутой и реалистичный военный экшен, где ты можешь управлять самолетами, танками и огромными кораблями. Взбивай истребители из зенитных пулеметов с земли, взрывай новейшие танки управляемыми бомбами с неба или уничтожай крейсеры торпедами на воде. War Thunder – больше тысячи единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. В War Thunder нет полосок здоровья. Ты можешь обездвижить танк врага, подбив ему гусеницу, или потопить эсминец метким выстрелом в боекомплект. Продвинутая разрушаемость позволит тебе смести избушку Абрамсом и неожиданно обойти врага, проломив бетонную стену. Несмотря на топовую графику, игра отлично оптимизирована и пойдет даже не на очень мощном ноутбуке. Крутой Дарко, скажи же, что это офигенно. Да, это офигенно. War Thunder – быстрый матчмейкинг. Тебе не придется долго ждать начала боя, даже если ты сражаешься в команде с друзьями. Побеждай, выполняй миссии и получай награды. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Событие фильма начинается в небольшом городке Ривертоне, который терроризирует безжалостный маньяк по прозвищу Потрошитель. Криминалисты смогли увеличить и значительно улучшить качество изображения. Это позволило прочесть на ледве ножа Потрошителя слово «месть». Обидно, что Уэс Крейвен, человек, подаривший нам одно из самых крутых имен в истории хоррора, назвал этого злодея так банально. Молодая семья в лице мужа, беременной жены и дочери готовятся ко сну. Как вдруг? Угодно и где угодно. И вести нормальный человек. Что это? Месть. Да-да, фильм с самого начала решает обозначить, кто убийца. Но какие у него мотивы? Только позвони доктору Блейку и я убью всю твою семью. О боже, он сумасшедший! Все ясно. Муженек просто дошел до ручки из-за стервозной жены и долга по ипотеке. С каждым может случиться. Но не у каждого есть личный доктор Курпатов, которому можно облегчить душу в любой момент. Скажи, Саль, чтобы она взяла Али и ехала к сестре. Ты поклялся мне, что все ей расскажешь. Мы же договаривались. Приезжайте, Макарни, поздно. Ты меня разозлил. В гневе я тебе не понравлюсь. К счастью, заботливая полиция успела приехать до того, как папашка отправил свою доченьку в лучший из миров. Мистер Пленко! Смотри на меня. Все в порядке. Все хорошо. Отойди от меня. Вот же стерва. Просто у нее обломалась поездка в Диснейленд. Короче говоря, потрошителя, словно Мию Уоллес, оживляют уколом адреналина в сердце. Блэд, у вас есть Фрэнк Грилла, человек, заваливший кучу психов в судных ночах и чуть не навалявший Кэпу. А вы весь фильм будете использовать его как решето? Сдохни, ублюдок. Ну, хоть не самое бесполезное решето. Наконец-то злодей умирает. Что там у нас дальше? Многочисленные огнестрельные и ножевые ранения. Электроэнцефалограмма плоская. Вы что, издеваетесь? Дайте угадаю. Провинциальные копы настолько заботливы, что ради комфорта не приковывают опасных психопатов наручниками. Это пакет с уликами? Что и требовалось доказать. Машина попадает в аварию и взрывается. А потрошитель то ли умирает, то ли избегает. Интрига? Неужели нас ожидает отличный хоррор о том, как убийца будет скрываться в лесу и бороться с психическими расстройствами с помощью коры дуба? Нет, у нас здесь очередной подростковый слэшер. Проходит 16 лет. По официальной версии потрошитель мертв, хоть его тело и не было найдено. Группа подростков каждый год собирается на месте аварии, чтобы провести символическое изгнание душегуба. Мы, Ривертонская семерка, празднуем свои дни рождения, день смерти серийного убийца Абеля Пленкова, который умер в ту ночь, когда мы родились. Семеро детей родились в маленьком городке в одно и то же время? А это точно Ривертон, а не Мидвич? В этом году очередь навалять по пье-маше выпадает на нашего главного героя по имени Бак. Но дуетнуть не получается, потому что копы прерывают все веселье. Я рад, что они решили избавиться от нее. От машины скорой помощи. Прат, новый директор школы, убедил торговую палату, что это плохо сказывается на туризме. А туристов не будет отбоя, если ты раскроешь формулу философского камня. Нет, серьезно. На гримерах здесь явно сэкономили, и ни один персонаж спустя 16 лет не выглядит хоть чуточку старше. Итак, великолепная семерка, не выдержав полицейского произвола, отправляется по домам. Что может пойти не так? Лучше оно самое, чем волосатый громила в плаще с явно враждебными намерениями. Это было довольно клево. Когда там следующее убийство? Через полчаса. О май гаааааа! Так, ладно. Один из членов Ривертонской семерки мертв. И так как их осталось шестеро, я думаю, уместно будет в двух словах рассказать о каждом из них. Это Баг, наш главный герой, и он немного не в себе. А вот Брендан тебя подошел. Это алмаз, не отшлифованный. Я признаю это, но все равно алмаз. Алекс, дружок нашего шизофреника, умеющий держать удар. Брэндон, тупой футболист с манией величия. С меня хватит и отсоса. Британи, тупая блондинка, харизматичная, с приставкой не очень. Пенелопа, религиозная настолько, что, возможно, она мама Кэрри Уайт в молодости. Джером, он слепой. Это все. У них там в компании темнокожие, быдло спортсмены и тупая блонди. А первым слили азиата? Фильм, ты не перестаешь меня удивлять. Удивлять в неприятную сторону. Я не зря представил всех персонажей. Это для того, чтобы в процессе обзора не отвлекаться на ненужные сцены, пытающиеся их раскрыть. Фильм идет час пятьдесят, но его семьдесят процентов посвящены ничему. А структура повествования такова. Трёп-трёп-трёп, бессмысленная сцена, убийство, трёп-трёп-трёп. Ладно, продолжим, а то я никогда не закончу обзор. Наступает обычный учебный день. Увидимся, Джером. Чего тебе не следует делать, так это общаться с ними. С какой стати? Все потому что они белые. Это расизм. Спасибо, неизвестная мадам, которую мы больше не увидим и не услышим. Помимо этого, все как обычно. Сучки сплетничают, хулиганы хулиганят. Брэнда Нонил. Кто обрюхатил пятнадцатилетнюю Мелани Пратт, дочь директора школы? Вот этот парень! Наверное, карма школьного задиры выглядит именно так. Перейдем к уроку биологии, на котором Бак и Алекс рассказывают о калифорнийском кондоре. Если кто-нибудь попытается тронуть хоть одно его перышко... Что это за фигня? Так, я не понял. У нас тут один из лучших фильмов Крейвена, по мнению Крейвена, или сиська-пердежная комедия в духе переполоха в общаге. Соответствующих звуков только не хватает. Тем временем, шизофрения Бага стремительно прогрессирует. Здравствуйте! Здравствуйте! К сожалению, фильм слишком претенциозный, чтобы объяснять нам подобные сцены. Вместо этого, давайте лучше посмотрим, как парни будут подслушивать с помощью мобильника за королевой школы по имени Фэнк и ее прихвостнями. Кстати, о числах. Похоже, сегодня утром у Брэндона были проблемы с выполнением наказаний. 3,8, насколько я помню. Что за пургу вы, тупые сучки, несете? А во времена, когда сотовые еще не были так распространены, парням приходилось применять смекалку. От этого у меня в штанах праздник. Вообще, вся эта раздражающая сцена нужна ради двух вещей. Баг роняет свой телефон в сумочку блондинки и вот этой. Еще одна монетка в нашу копилку необъяснимой херни. Итак, на исходе первой половины фильма копы все-таки находят труп азиата. Привет, Фрэнк. Привет. Здрасте. Да в условной пятнице 13-й к этому времени поубивали бы всех статистов. А здесь умирают только зрители. От скуки. Спустя пару ненужных сцен, фильм все-таки сдвигается с мертвой точки. Под раздачу попадает повернутая на религии Пенелопа. Ну и где же твой бог? О, круто! Я прям предвкушаю дальнейшие экшены и мясное рубилово. Эдам, директор Прад задал тебе вопрос. Конец близок. Прости, мам, я сам не свой. Я прошу за него прощения, он просто не выспался прошлой ночью. Да, это была ночь потрошителя. Возмутительно, что это продолжается так долго, а для такого впечатлительного мальчика, как Эдам, это может быть особенно опасно. Я посмотрел дело Эдам, и оно показалось мне обычным. Дерьмо. Что там дальше по сценарию? А, нелепые попытки пикапа от футболиста? Уже интересно. Ну что, есть время на отсос? Думаю, яйца потные. Лучшее предложение. Чувак, ты что хочешь обрюхатить всех школьниц своего муха-странска? Девчонка от такой наглости зачем-то убегает в лес, а там... Пенелопа. Оу, да. Я прямо вижу, как убийцу убрал за собой огромную лужу крови на месте преступления, вынес тело из школы и пронес его через весь город незамеченным. Потом он положил тело в надежде, что его найдет кто-нибудь из Ривертонской семерки, чтобы начать преследовать их в лесу, несмотря на то, что окрестности патрулирует полиция. Да даже маньяк из Тихая ночь, Смертельная ночь 2 был более логичен. Ладно. Пришло время еще чуть-чуть подсократить численность семерки. Хочешь с кем-нибудь попрощаться? С моим неродившимся ребенком. Да ладно вам. Даже убийца со мной согласен. Черт с ним, с неродившимся ребенком. Девчонке также не очень везет, и она уже пакует чемоданы в ад. Прощай, сучка. Ты принесла в этот фильм менее чем ничего. Забыл сказать. Бак все это время находился в том же лесу. Но, наверное, его ничуть не смутили дикие предсмертные крики. Короче говоря, он от души натоптал на месте преступления, а также копы нашли возле трупа его телефон. Но, несмотря на это, они не особо торопятся задерживать пиздюка. Что очень кстати, потому что пришло самое время поговорить с мамой о птичках и пчелках. Тебе не кажется, что Бриттани Каннинг не для тебя? Так ты выяснил, что она тебе думает? Она думает, что он слабоумный. Значит, школьная решала Фэнку, которую было всего три появления на экране, его сестра? Готов поспорить и не очень дружны. Переживая за их отношения больше, чем за свои. Наверное, у ее неконтролируемой ярости должны быть другие причины, помимо того, что она в свои 19 еще не окончила школу. Ты знаешь, кто такой Абель Пленков? Ривертонский потрошитель. Да? А еще? Нет. Посмотри на себя в зеркало. Да, проверь, не вампир ли ты. А вообще ужасная правда заключается в том, что Ривертонский потрошитель, убивавший 16 лет назад, это их отец. Стало быть, это Фэнк, а вот это вот Бак, которого достали уже из мертвой матери. После символического разбивания вещей, сделанных их отцом, герои наконец-то узнают, что за сегодняшний день погибло 4 подростка. Это значит, что наш отец жив. Он хочет убить всю Ривертонскую семерку. Джерома, потом Данкелмена, а потом придет за нами. Нет, мы пойдем в церковь и будем молиться со всеми. В любой непонятной ситуации молись. Как нельзя вовремя к Багу приходит Алекс, чтобы обсудить тактику выживания. Пенелопа прислала мне письмо. Она хотела предупредить меня, что он придет за нами. Мой отец. А вы не могли хоть на секунду предположить, что убийца – подражатель? Это было бы весьма логично, ведь весь ваш гребаный городок помешан на потрошителе. Ну или как вам такой вариант? Убийца Бак, которому по наследству от папаши передалась шизофрения. Ведь его глючит весь день. И даже прямо сейчас. Наконец-то правоохранительные органы в лице офицера Кроссбонса решили потревожить покой юного шизика. Я о ней даже поплакать не могу, да и меня это бесит. Это была демонстрация того, как надо отыгрывать скорбь. А вот так не надо. Стоять. Ладно. Потрошитель прерывает мучительные съемки в этом фильме для Фрэнка Грилло, и у них с багом завязывается потасовка. Для чувака недавно побитого девчонкой он неплохо справляется с психованным маньяком. Внезапно шум наверху прерывает смертоубийство. Я оставил тебя напоследок. Чёрт. Похоже, у нас тут самый последовательный маньячелло в истории. Включи свет и выбирайся из дома. Иди к соседям и позвони в полицию, сможешь? А ты что будешь делать? Устрою этому ублюдку десятку. Знаешь, что бывает, когда разделяются? Кто-то погибает. Баг поднимается наверх, чтобы от души надрать жопу негодяю. А там... Нет, нет, Джерон, перестань, Джерон! Эй, эй, Джерон! Да-да, слепой чувак как-то умудрился залезть в окно второго этажа. Возможно, он сорви голова. Важно успеть засунуть его в регенерирующую ванну, и тогда он точно выкарабкается. Джерон двигает кони, и вдруг, откуда ни возьми, снова появляется Алекс. С тех пор, как ты ушел, многое произошло, Алекс. Где ты был? Я прятался в лесу, а потом услышал выстрелы и вернулся. Я боялся, что он убил тебя. Я чую вранье. Ну, раз шериф хоть чует, то я не буду спорить. Зло не забывает предательство пленков. Вы все натравили на меня доктора Блейка, а потом сбежали, как трусы, и вселились в младенца, в которых смогли спрятаться. Чё-чё-чё-чё? Кто? Кто вселился? Как? Зачем? В фильме об этом не было ни одного намека. Оказывается, всему виной какой-то демон, который овладевает человеком и заставляет его совершать убийство во славу сатане и говорящему ореху. А, то есть убиваешь одержимого, умирает и демон. Или демон может переселиться в другое тело и продолжать убивать? Что за нах? Как это вообще работает? Я ни крена не понимаю в этом фильме. Пишите в комментариях, если смотрели фильм, кто как понял происходящее безумие. Ну, а заканчивается всё тем, что бага встречают как героя. А я отправляю этот фильм в одну урну, где уже лежат оборотни и у холмов есть глаза два. Ну что ж, как по мне этот фильм отстой. Он скучный, затянутый, слишком много времени тратится на экспозицию и раскрытие персонажей, которых и так сольют. Хотели саспенсовый молодежный слэшер с детективной линией? Обломитесь. Здесь у нас диалоги, диалоги, диалоги. Возможно, как пьеса, забери мою душу и зашёл бы. Сценарий очень слаб. А его пафиоз происходит в концовке, которая вместо того, чтобы расставить всё по местам, запутывает ещё больше. Напугать зрителя у фильма не вышло. А вот насмешить? Пожалуй, да. Ведь абсолютно бессмысленных и этого забавных сцен здесь предостаточно. Фильм к просмотру я не рекомендую. Лучше 200 раз пересмотреть «Последний дом слева». Ну, а с вами был Миша Дарко. Подписывайтесь на канал и на мой паблик ВК, кто ещё не подписан. Ставьте лайк этому видео и обязательно пишите комментарии. Всех люблю, всем пока!